Канал Игромани. Чё хотел сказать-то? Да просто подпишитесь. Подпишитесь и всё. О самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие семь дней. Смотрите в этом выпуске. Полный провал Xbox One в России. Во что на самом деле играют девушки? Создатели Deus Ex разрабатывают игру про Мстителей. Ещё один Resident Evil от первого лица. Обо всём этом и многом другом уже через несколько секунд. Нынешняя консольная война ещё продолжается, но, кажется, победителя можно назвать уже сейчас. И это не Майкрософт. Аналитики из компании SuperData пришли к выводу, что на сегодняшний день в мире продано около 26 миллионов Xbox One. Для сравнения, Sony удалось продать уже свыше 53 миллионов консолей PS4. И при этом только за зимние праздники владельцами приставок стали более 6 миллионов человек. Напомним, что не так давно Майкрософт приняла решение не оглашать информацию о числе проданных копий Xbox One. В открытом доступе появляются только сведения об активности игроков в сервисе Xbox Live. Но аналитикам хватило и этого. Общее число пользователей сервиса за квартал достигло отметки в 47 миллионов человек. Год назад этих миллионов было 39, а на пике доходило до 49. Из этого количества вычеркиваем тех, кто играет на PC или всё ещё не перешёл с Xbox 360, и получаем как раз 26 миллионов. Кроме того, ранее финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен сообщал, что к концу 2016 года игры для консолей нового поколения смогут приобрести 80 миллионов игроков. И эта цифра отлично складывается из 26 миллионов Xbox One и 54 миллионов PS4. Словом, если эти подсчёты верны, то Sony опережает Майкрософт примерно вдвое. Но вот конкретно в России Xbox One провалилась с оглушительным треском. Портал GameMag, ссылаясь на ритейлеров, сообщает, что за весь период со старта продаж не удалось целиком реализовать даже стартовую партию, завезённую ещё в 2014 году. А за 2016-й разрыв между Xbox One и PS4 превысил все допустимые пределы. Ежемесячные показатели по продажам у Sony выше в 120 раз. По словам одного из инсайдеров, из-за этого России теперь рассматривается Xbox как один из самых бесперспективных рынков. Но хотя бы польза простым игрокам от этого будет. Известно, что российская цена на Hello Wars 2, один из главных эксклюзивов Microsoft в этом году, будет снижена на целых 50%. Другими цифрами, уже не такими гнетущими, поделилась аналитическая компания Quantic Foundry. Она попросила геймеров назвать 9 любимых игр из тех, что они проходили недавно или проходят сейчас. В опросе участвовало 270 человек из 190 стран мира. Потом исследователи отобрали и проанализировали ответы респондентов женского пола. И вот таким образом удалось составить общую картину игровых пристрастий прекрасной половины человечества. Сразу отметим, что все довольно предсказуемо. Подавляющее большинство девушек, а именно 69%, предпочитает казуальные игрушки типа «Три в ряд». Всякие там «Кэнди Краш Сага», «Биджуэлд» и прочие. Столько же увлекаются миролюбивыми симуляторами вроде «The Sims» и «Стар Дью Вэлли». На третьем и четвертом местах — головоломки и симуляторы ходьбы. У них чуть больше 40%. Ну а дальше идут интерактивные фильмы, например, от «Тел Тейл» и «ММО РПГ». А вот глобальные стратегии, боевики и моба уступают вне популярности разве что гонкам и спортивным играм. Лишь 2% опрошенных девушек признались в любви к сериям «ФИФА», «НБА 2К» и «Мэдден НФЛ». Так что утверждение о том, что девочки играют только в «Симс» и не любят стрелялки, может, и не полностью соответствует истине, но очень к ней близко. Тактическая ролевая игра «The Banner Saga» получит третью часть. Правда, в том случае, если соберет 200 тысяч долларов на Кикстартере. «The Banner Saga 3» завершает историю. Нервы на пределе, каждый шаг может вести в пропасть, пришла пора переступить порог между дневным светом и непроглядной тьмой. Исковерканные земли угрожают рассудку, извивающиеся черви проверяют вашу отвагу, но здесь в темноте выходят на свет тайны и становятся ясными мотивы. Все ли ваши друзья те, кем кажутся? Какая история будет нарисована на вашем знамени? Вот это все говорится в описании проекта. Снова взяться за краудфандинг разработчикам из Stoic Studio пришлось по нескольким причинам. Во-первых, финансовое положение команды сейчас не самое простое, так как «The Banner Saga 2» показала довольно слабые продажи. Прибегать к услугам инвесторов создатели игры категорически не хотят, так как очень высоко ценят собственную независимость и творческую свободу. А во-вторых, Stoic Studio заявляет, что таким образом хотят вновь наладить контакт с аудиторией. На первую игру деньги собирались публично, процесс разработки был на виду, и уже на том этапе вокруг проекта сформировалась фан-база, которая с нетерпением ждала его выхода. А сиквел создавался своими силами, без шума, и в результате его релиз остался почти незамеченным. Команда не желает повторять такой ошибки, а потому вновь выходит на Kickstarter. В том, что кампании удастся, мы не сомневаемся. На момент написания новости было собрано уже почти 150 тысяч долларов из 200 необходимых. А вот другой проект на Kickstarter, кажется, никто не ожидал увидеть. Мы привыкли к играм по мотивам современных блокбастеров. Нас не удивляют и адаптации классических боевиков и ужастиков. Но то, что можно превратить в хоррор с РПГ-элементами, легендарную военную драму «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, вот это мало кто мог представить. Между тем, самому режиссеру эта идея очень даже нравится. «Сорок лет назад я намеревался создать личный художественный фильм, который бы вдохновлял поколение зрителей еще многие годы», — сказал Коппола. «Сегодня ко мне присоединились новые сорвиголовы, команда, которая хочет сделать интерактивную версию «Апокалипсиса сегодня», где вы станете капитаном Бенджамином Уиллардом и окажетесь посреди вьетнамской войны. Я наблюдал за тем, как видеоигры превращаются во все более значимый формат повествования, и мне не терпится узнать, каким будет «Апокалипсис сегодня» для новой платформы и нового поколения». Конец цитаты. Проектом занимается команда, состоящая из настоящих ветеранов индустрии. Так, Роб Оттен писал сценарий к играм серии «Gears of War» и «Battlefield». Лоуренс Либерти продюсировал «Fallout New Vegas» и «Ведьмака». А Монтгомери Маркленд работал над «The Wasteland 2» и «Torment» — «Tides of Numenera». На разработку «Апокалипсиса сегодня» команда просит у пользователей 900 тысяч долларов. Если игра соберет 2,5 миллиона, то выйдет одновременно на PC и консолях, а если 3 миллиона, то получит и версию для VR. Релиз проекта намечен на 2020 год. Сейчас компания «Марвел» лидирует в производстве супергеройских фильмов, сериалов, комиксов, но вот с видеоиграми у нее все как-то не клеится. У DC и Warner Bros. есть любимые критиками серии «Batman», «Arkham» и «Injustice», а также неплохая DC Universe Online. А создатели «Капитана Америки» могут похвастаться только многопользовательским «Диаблоидом» Marvel Heroes, да и серией файтингов Marvel vs. Capcom. Согласитесь, оба проекта сложно назвать хитами. А многочисленные игры про Человека-паука в счет не идут, потому что правами на героя владеет Sony. Настоящих ААА-игр у Marvel нет. Точнее, пока нет. На прошлой неделе компания объявила о заключении партнерства со Square Enix на несколько игр, и первой из них станет пока безымянный проект про Мстителей. Его разработкой занимаются студии Crystal Dynamics, ответственная за перезапуск Tomb Raider, и Eidos Montreal, известная по Deus Ex. Такой состав дает надежду на действительно крупную и дорогую игру. Впрочем, пока никаких подробностей нет, а все выводы можно делать только из короткого тизера, представленного на презентации. В нем мы видим атрибуты всех основных Мстителей — очки Брюса Беннера, молот Тора, руку Железного Человека и щит Капитана Америки. А вот куда подевались Черная Вдова, Соколиный Глаз и прочие участники команды — это остается под вопросом. Закадровый голос вещает о том, что все думают, будто время героев прошло, но это не так. В конце появляется надпись Reassemble, то есть «Воссоединяйтесь» или «Воссоединение». Судя по всему, в игре Мстителям придется восстанавливаться после какого-то катаклизма или громкого поражения. Впрочем, это все пока только домыслы. Никакой информации ни о платформах, ни о приблизительной дате релиза нет. Ни-но-ку-ни-2. Revenant Kingdom выйдет на PC. Официально анонсировано Pillars of Eternity 2. Deadfire. Игра продолжит сюжет первой части, а сохранение из оригинала можно будет перенести. Вышел новый трейлер Ace Combat 7. Skies Unknown. Закрытая бета Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands пройдет с 3 по 6 февраля. В Heroes of the Storm начался лунный фестиваль. Он продлится до 14 февраля. Релиз научно-фантастического шутера Prey состоится 5 мая. Спонсор показа — облачный сервис PlayKey. Играйте в самые современные игры. Без скачивания, без установки, без апгрейда железа. Resident Evil 7 Resident Evil 7 таки стал хитом. У нового ужастика отличная продажа и оценки, а многие критики заявляют, что он возродил пребывавшую в застое серию. Новый антураж, новые враги, новый главный герой, отнюдь не профессиональный боец — все это освежило франшизу. А еще ей очень подошел вид от первого лица. Настолько, что фанаты уже начали фантазировать на тему того, как бы выглядели предыдущие игры, будь они именно в таком формате. Моддер Род Лима добавил в Resident Evil HD Remaster возможность взглянуть на зловещий особняк Спенсера глазами Джилл Валентайн. Правда, только в рамках коротеньких демо-роликов. В первом мы можем рассмотреть роскошное убранство двух залов, а во втором наблюдать от первого лица одну из самых знаменитых сцен в серии — первое столкновение с зомби. К сожалению, на полноценную модификацию фанатам рассчитывать не стоит, все-таки это слишком большой объем работы. Но и такая демонстрация достойна внимания и уважения. В игре Planet Coaster народные умельцы создали уже немало поразительных аттракционов, но тот, над которым потрудился Чак Моррис, можно назвать самым масштабным и амбициозным. Он воспроизвел в формате американских горок битву у Звезды Смерти из новой надежды. Сперва вагончик проезжает через гиперпространство, затем пролетает мимо Икс-Вингов и Тай-Файтеров, а после заходит внутрь станции. Финальный этап поездки проходит в том самом тоннеле, где Люку Скайуокеру удалось совершить решающий выстрел и спасти галактику от грозного имперского оружия. Временами трасса излишне темная, но все равно архитектура пространства и антураж Звезды Смерти переданы Моррисом безукоризненно. Наверняка любой фанат Звездных Войн не пожалел бы денег за возможность прокатиться хоть раз на таких американских горках. Обычно геймеры стремятся к максимально возможному качеству картинки, тратят деньги на мощное железо, копаются в настройках игры, но есть и те, кому интересно увидеть изображение запредельно низкого качества. Например, пользователь под ником MinorVidsPC. Он взял Overwatch и запустил его на минимальных настройках графики в разрешении 1024 пикселя на 524. Выглядит не очень привлекательно, но играть можно. Вынужденная мера для обладателей старенького железа. Эксперимент продолжается. Разрешение 300 пикселей на 300. Игра превращается в достоверный симулятор очень близорукого героя. Буквы и цифры нечитабельны, объекты можно узнать только по силуэтам и цветам. Но и это не предел. Каким-то образом MinorVidsPC запускает Overwatch в разрешении 100 на 105. Для сравнения, у экранчика Apple Watch – 390 на 312. Естественно, игра стала движущейся кашей из цветных пикселей, в которой невозможно отличить одного героя от другого и даже понять, куда именно ты двигаешься. Зачем все это было сделано? Просто так? Из любопытства. Многие наши зрители наверняка помнят прекрасный полнометражный мультфильм «Стальной гигант». Эта семейная картина, наполненная отсылками к старой кинофантастике, когда-то провалилась в прокате, но запала в сердце критикам и простым зрителям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что те, кто с удовольствием следил за приключениями трогательного робота в детстве, сегодня отдают им дань уважения в любимых играх. Так моддер Мэттьюс Вонтон заменил робота Liberty Prime Fallout 4 на добродушного «стального гиганта». Правда, в этой версии он не такой уж добродушный. Убивает супермутантов голыми руками, стреляет лазером из глаз и выглядит очень грозно. Но смотрится герой мультфильма в игре очень органично, ведь и «Стальной гигант» и «Фоллаут» пропитаны духом ретро-футуризма. Эх, жаль, что продолжение этого мультика мы вряд ли когда-нибудь увидим. У Overwatch огромная армия фанатов, которая с радостью скупит всё, что связано с любимой игрой. Футболки, кружки, какие-нибудь подушки в полный рост и, конечно же, фигурки героев. Но Blizzard почему-то не торопится их выпускать, поэтому на запрос приходится отвечать талантливым самоучкам. Так художник под ником Манкеш изготавливает потрясающе детализированные скульптуры персонажей популярного боевика. Причём делает это по старинке, без использования новомодных 3D-принтеров. Сперва создаёт проволочный каркас, а после наносит глину и доводит фигурку до совершенства. Ювелирная работа. Трассу из Mario Kart перенесли в Halo 5. Атмосферные работы Ронни Дженсена. Аниматор Томас Ромейн превращает рисунки своих сыновей в профессионально сделанные арты. Прекрасная королева Амидала. Рисунки и скульптуры Марка Плауфа, работавшего с Eidos и BioWare. Пугающие мутации в московском метро. В новом Resident Evil враги страшные, но иногда не слишком умные. В мире Fallout люди буквально с неба валятся. Как она там оказалась? Самый быстрый хакер на Земле. Вот и всё за эту неделю. Играйте только в лучшие. Я не помню, как я там сказал, маркетинг или маркетинг. Допустим, мы оба ударили. Чёрт. Ну что же мне? Игрового маркетинга или маркетинга. Настя, я сделаю дубль. Ладно, маркетинг. Сонушка, посмотри, как там. Я просто не найду. Ещё раз, у меня это, я же не знаю, что. Паралит. Паралит разговорного аппарата, извиняюсь. Оттуда же. Редактор субтитров А.Сёмкин